Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, вы на канале с холистическим психологом. И сегодня мы с вами говорим на такую интересненькую тему, друзья, запоры. Причем тут такая история, которая приводит ваш кишечник в бугагашеньку. Я, как всегда, шучу, но на самом деле очень много сейчас клиентов, которые обращаются по психосоматическим вопросам. И это реально работает, ведь когда работает у вас весь целостный организм, что происходит? Психика оздоравливается. И правда, почему тема запоров? Неужели я на кого-то злюсь? Неужели я настолько встревожен? Неужели я настолько... Давайте разберем эти моменты, моменты запоров. И не всегда это только микроэлементы, и не всегда это только клетчатка. Есть люди, у которых действительно доля хосигма, увеличенный кишечник и другие моменты. Но это никак не влияет на их походы в туалет. А давайте на самом деле разберем, что же происходит, если такая история, которая прям напрягает запоры. Какие-то бесконечные. Могу сказать, что во многих случаях запор это проявление одного из симптомов другого состояния. Либо я затаиваю злость, гнев, обиду. Представляете, вы сжимаетесь в эти моменты. И, собственно говоря, вот в этот момент адреналина. Ваша система командует парасимпатике не выделять достаточное количество ферментов. Все останавливайте, пусть это вас бродит, водит и ничего не создает. Соответственно, могу сказать, для того, чтобы эта история у вас проходила, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Очень важно делать не только упражнения, есть клетчатку, дополнительно сжевать, пить достаточное количество воды. Наверное, все это делаете. Но есть еще один момент, который влияет на запор. Это ваша парасимпатическая система. Когда мы напрягаемся на работе, а когда мы пьем кофе, а когда мы... Кстати, кофе слабит у многих. Знаете почему? Потому что истощает ваши последние электролиты. Соответственно, здесь мы с вами смотрим в две стороны. Первая сторона это восстановление психического здоровья в моменты, когда вы ощущаете какой-то дисбаланс. Очень важно для себя понять, запоры связаны с каким-то местом, с каким-то обстоятельством, с каким-то человеком, с какой-то ситуацией или нет. Или я просто вообще живу в напряжении, у меня там два проекта, три задачи и всего на них три минуты. Это одна история. Запоры, вызванные, например, отношениями в семье. Думаете, такого у меня не было в консультациях. Например, девушка встречалась с парнем. Они действительно встречались, но они съехались. И туалет общий. И она не привыкла, грубо говоря, ходить в туалет в чужом доме. Для нее изначально это был чужой дом. И, соответственно, это психологический триггер. Как вы думаете, к чему? Мне некомфортно здесь, здесь я не смогу. Итак, я могу быть только красивой в окружении своего мужчины. Я могу только быть идеальной. Но на самом деле, когда я вообще человек, я вообще могу потеть и пукать могу, и какать, и писать могу. Когда человек этого не осознает, он начинает как-то притормаживать. Я же только красивая, я же только в масочке красивая. Или там только в каком-то состоянии. И, соответственно, для того, чтобы это все, друзья, было не так сильно истощало вас, не так было не так сильно истощало вас, мы начинаем разбираться совершенно с простыми моментами. А это что? Конечно, друзья, конечно, это психологический комфорт. Нет комфорта, нет опорожнения. Следующий момент. Запоры связаны с тем, что я испытываю гнев, злость. И в эти моменты я напрягаюсь. И да, в эти моменты наш кишечник работает не так, как хотелось бы. Это еще одна причина запоров. Еще один момент, который влияет на состояние вашего кишечника, это всегда эмоциональный фон. Если вы очень напряжены, если вы очень возбуждены, происходит момент, какой? Замедление. Иногда замедление всасывания. В общем, не буду вам всю эту биохимию рассказывать, но это правда. И еще один момент. Если вы понимаете, что запоры связаны с физиологией, то есть вы элементарно не двигаетесь, вы не пьете воду, вы недостаточно едите клетчатки, то, соответственно, вы можете чувствовать действительно дискомфорт, который вызывает у вас данную симптоматику. Надеюсь, понятно. Следующий момент, который влияет на ваши опорожнения, это ваш мозг. Если с мозгом есть какая-то поломка, ошибка, депрессивное состояние, тревожное состояние, то, соответственно, что будет, друзья? Будете нервничать. Опять нервничаете, опять проблемы с кишечником. Вот как-то так, друзья, связано ваше настроение, поведение и кишечник. Пишите комментарии. Консультации жду. Запись под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok